Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Исайи, 26 глава. В 26 главе первые шесть стихов представляют собой благодарственный гимн. От лица народа пророк воспевает благодарственный гимн в честь Господа. Ну и обращается тоже к нему во втором лице, также, конечно, в этом гимне, то есть не только о Господе, но и к самому Господу обращается здесь и в третьем лице, и во втором. А вот первые шесть стихов можно определить как благодарственный гимн Господу. Израильтяне, евреи, возвратившиеся из плена, из рабства, из изгнания, из рассеяния в свою землю, в святую землю Израиля, в землю Иудину, она здесь будет названа Иудиной землей, они воспоют благодарственную Богу песнь, хвалебный гимн. В тот день, речь идет о Дне Господнем, как мы помним, День Господень называется тем днем. В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. И дальше, собственно, слова этой песни. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Стены и валы крепостные, они не всегда могут защитить город от врага. Даже такие крепкие крепостные стены, какие были у Иерусалима, не смогли защитить его от вавилонян, от вавилонского нашествия. Не смогут защитить и от римского завоевания в будущем. И вообще, городские стены – это ненадежная защита, и спасение от врага дает сам Господь. Если Господь не охранит города, читаем мы в псалмах, напрасно бодрствует страж. Вот и здесь о том же. Город крепкий не потому, что у него стены и валы защищают его, а потому, что он укреплен самим Господом. Что же это за город? Очевидно, речь идет об Иерусалиме. И вот этот город крепкий, Иерушалаем, он противопоставляется, стоит в оппозиции городу, высоко стоящему. О нем мы прочитаем в пятом стихе этой главы. И сразу же вспоминаются предыдущие главы, 24 и 25, где тоже говорится об этом городе, высоко вознесшемся городе, который Господь смирит. Иерусалиму, Иерусалиму противостоит вот этот самый город, который не идентифицирован, не называется. Некоторые отождествляют его с Вавилоном, некоторые с какими-то другими городами, комментаторы. Но поскольку город не назван прямо, можно сказать, что это город как образ вообще человеческой цивилизации, противостоящей Богу. Вот два града. Вспоминается сразу Августин, учение о двух градах, о граде Божьем, его творение великое. Вот есть град Божий, Иерусалим земной является его как бы блеклым отражением, а вот небесный Иерусалим, град Божий, столица Царства Божия грядущего. Вот ему противостоит град земной, град человеческий, человеческая цивилизация. И вот спасенные, говорят, город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Не стены и валы, а сам Господь защищает этот город, и этот город, это град Божий, это Царство Божие. Иерусалим, земной Иерусалим, является его репрезентацией, является его отражением, что ли. «Отворите ворота», продолжается гимн, «да войдет народ праведный, хранящий истину». У этого города все-таки есть ворота, но не для того, чтобы защищать от врагов, а для того, чтобы люди входили, спасенные этими вратами, чтобы этими вратами вошел народ праведный, иудеи, возвращающиеся из плена Вавилонского, здесь в первую очередь имеются, конечно, в виду, но в эсхатологической перспективе все праведники из всех народов войдут в эти двери, во врата спасения, в город, в град Божий. Звучит призыв отворить эти самые врата городские, чтобы вошел праведный народ. Гой-Цадик, так, в оригинальном тексте, в древнееврейском, в русском переводе, народ праведный. Гой-Цадик. Гой-Кадош, назван был израильский народ в книге «Исход», 19 главе мы читаем, «Будете у меня народом святым», обращается народ к израильтянам. Гой-Кадош, а вот здесь Гой-Цадик. Цдака — это праведность, Цадик — это праведный, благочестивый человек. Благочестивый народ, праведный, хранящий истину. Хранящий истину, 26 глава, 2 стив. Шомер эмуним. Эмуним почему-то стоит во множественном числе. Единственном числе эмуна — это верность, это вера и это истина. Вот здесь переводится через истину. Праведный народ, хранящий истину, истину Божию, только такой народ достоин того, чтобы войти в ворота. Дальше пророк в своем этом гимне обращается, от лица всех спасенных иудеев, обращается к самому Господу. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Здесь мир, шалом, слово дважды употреблено. Кивэха, батуах. Батуах — это полагающийся, уповающий, возлагающий свою надежду, находящийся в безопасности также. Человек, который действительно пребывает в таком состоянии, батуах, почему он в таком состоянии находится? Потому что он в Господе. А в Господе именно безопасность. Мир и безопасность. Шалом. Бетах — безопасность. Здесь сказано. Кивэха, батуах. В тебе, на тебя он уповает, и в тебе он как раз пребывает в совершенном мире и в полной безопасности, и в уповании. Бетху, в Адунай. Уповайте на Господа. Звучит императив, звучит призыв. Вновь пророк обращается уже теперь к народу. Было обращение в третьем стихе ко Господу. В четвертом к народу обращение звучит. Уповайте на Господа вовеки. Бетху. Уповайте. Ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Твердыня — крепость неприступная. Град — это сам Господь. В псалмах говорится, я убегаю, прибегаю ко Господу, как словно убегающий в крепость. Твердая, надежная крепость, защищающая от врага, — это сам Господь. Такая метафора, такой образ не только у Исаии, но и в псалмах присутствует именно такой образ Бога, Господа Бога, как твердыня. Причем твердыня вечной, нерушимой. Так мы читаем здесь, в четвертом стихе. Цур оламим. Цур — скала. Буквально, да, скала. Вспомним город Тир, которого падение и захват описывались выше в предыдущих главах. Тир, Цор. А здесь говорится, что подлинный Цор, подлинный Цур, подлинная скала, подлинный Тир — это как раз сам Господь, а не то, что люди себе понастроили неприступных крепостей и назвали их скала. Тир, Цор. Здесь Господь назван Цор Оламим. Оламим. Причем множественное число. Леоламей Оламим. Так часто завершаются молитвы во веки веков. Вот и здесь не просто один век, а века. Века не столетия, а вечность, причем во множественном числе. Он не спроверг, теперь вновь о Боге в третьем лице, он не спроверг живших на высоте высоко стоявший город. Вот этот самый город, как апофеоз, противостояние человека Богу. Вспомним Вавилонскую башню, 11 глава книги Бытия. Вот. Господь разрушил тогда планы строителей и разрушит все планы нынешних новых строителей вот этого гордого, высоко вознесшегося града, противостоящего Богу и его, Божьему граду. Здесь пророческий перфект употребляется в значении будущего времени. То есть это пророческое будущее в форме прошедшего. Он не спроверг живших на высоте. То есть в видении пророка уже этот град видится неспроверженным. Хотя до его неспровержения еще пройдет время. Вот этот высокий, высоко стоявший город Господь не спроверг человеческую цивилизацию. Поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. То есть смирил до зела всю гордыню этого города. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Нищие, кроткие, это те, кто наследует землю, читаем мы в псалмах. А потом повторяется это в заповедях блаженства, в Нагорной проповеди Христа. Так вот, эти самые бедные, нищие, которые были угнетаемы правителями этого богопротивного града, они как раз будут попирать его. Стопы нищих, ноги бедных будут этот град топтать и попирать. Вся его гордыня будет растоптана. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И не только благодать, но и все дает им в наследие. Так заканчивается этот гимн. То, что начинается с 7 стиха по 19 включительно, можно обозначить, часто в библейской литературе обозначается как псалом. Псалом — это не отдельный жанр, это скорее группа жанров. Гимн — это тоже, по сути говоря, один из псалмических жанров. Ну вот здесь общее такое обозначение дается учеными, обозначается это как псалом. Псалом, в котором говорится о правосудии Божьем, об освобождении народа Божьего, о его славе, и о тех бедствиях, которые народ переживает, и о том, что эти бедствия служат для народа приготовлением к грядущему освобождению. Давайте прочтем этот замечательный псалом. Путь праведника прям. Как часто в псалмах, тоже в псалтире, в книге Тегелим встречается нам эта тема, в книге притчи, также в других книгах псалмы, хохмические псалмы, в которых восхваляется премудрость Божия. Вот путь праведника. Праведник — это тот, кто идет прямым путем, путем Господним. И здесь говорится в 7 стихе путь праведника прям. Орах ла цадик мэй шарим. Прямота. Вот путь праведного. Ты уравняешь стезю праведника. Обращается ко Господу псалмопевец в данном случае. Псалмопевец книги Исаии. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. Мы здесь, израильский народ в данном случае, уповали на Господа. То есть, откликнулись на призыв. И хотя в 4 стихе уповайте на Господа один глагол, а в 7-8 стихе другой глагол, синонимично ему. Мы уповали на тебя. В синодальном переводе один перевод, но можно перевести мы надеялись на тебя. Кивенуха. Ну, в общем-то, в поэзии часто вот, как вообще один из признаков еврейской поэзии, это параллелизм, когда синонимы, синонимично повторяется то, что было сказано до этого. Вот здесь глаголы, синонимы в 4-м и 8-м стихах. К имени твоему и к воспоминанию тебе стремилась душа наша. Душа праведника стремится всегда помнить о Боге и призывать его святое имя. Дальше вот в 9-м стихе появляется местоимение «я». Ну, местоименный суффикс, точнее, «навщи», «моя душа». В синодальном переводе «душою моею я стремился к тебе». «Навщи» и «тихабалайла», то есть «ночью». «Ночью» и «духом моим» я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра и днем, и ночью, и вечером, и утром». Постоянно праведник призывает Господа, ищет общение с Ним. И здесь вот это «я» пророка, вот этот местоименный суффикс, передаваемый через букву «юд», «нефеш» «навщи» «моя душа», «душа моя стремилась к тебе». Здесь это коллективное «я», то есть это «я» всего народа, молящегося всего праведного народа, израильского народа. И днем, и ночью израильский народ искал Господа. Во тьме плена, словно в могиле, словно в гробу, тема могилы, гроба мертвых будет звучать и в этой, и в следующих главах. Вот то место, откуда народ глубоко, из глубины своей экзистенции возвал к своему Богу, потерянному, взыскал его, призвал его, и Господь услышал и избавил из плена, из рабства и вернул то, что было у этого народа когда-то отобрано. Ибо когда суды твои на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Израиль познал это на собственном своем опыте, что Божьи суды, какими бы ни казались они суровыми, они совершаются для чего? Чтобы люди научились правде. Вот этой самой правде цедок, здесь стоит термин, научились этой самой цедоке и стали гой цадик, стали народом праведным. как сказано во втором стихе «Да войдет народ праведный во святой град». Чтобы научиться праведности, научиться и стать цадиким, стать народом праведным, гой цадик, нужно этой правде научиться. А часто человек не может научиться правде, иначе как только пройдя через большие испытания. и праведник он, или тот, кто учится праведности, он учится задавать вопрос «Не за что мне это наказание, а для чего?» Для того, чтобы, наверное, ты, человек, научился правде, как здесь сказано, и стал достоин войти в этот град через эти ворота, о которых здесь говорится в этой 26-й главе. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых, и не будет взирать на величие Господа». Праведник научается и нечестивый, но только тот нечестивый, который способен к научению, чтобы оставить свое нечестие и идти путем праведности. Дальше пророк вновь обращается ко Господу, прямая речь. «Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее, увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой, огонь пожрет врагов Твоих». Вот здесь уже о судьбе врагов израильского народа. Рука Господа была поднята высоко, как знамя. По-разному этот жест используется. Поднимая руку, Господь клянется, такой антропоморфизм. Поднимая руку, Господь посылает свои армии, свои войска для наказания врагов и поднимая руку, Господь поднимает, давая знак народу своему. Вот здесь этот жест скорее всего следует интерпретировать в каком смысле. Рука была поднята против врагов, но они ее не видали. Они думали, что живут сами по себе народы и не видели руку Господа, высоко поднятую над ними для наказания, для того, чтобы направить свои божественные войска против врагов Израиля, Господь поднял руку, указывая, куда надо идти его армии божественной, но враги не видали ее, этой руки. Ну, не видали, не видали, а вот теперь увидят, говорит пророк, и устыдятся, ненавидящие народ твой, огонь пожрет врагов твоих. Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Мир подлинный, божественный мир, нерушимый, о нем часто говорится в этом мире в книге Исаии. Это не тот мир и не та безопасность, которую строят люди, которую созидает всякое человеческое общество или союз этих обществ, организация объединенных наций. Этот мир, он очень хрупкий, очень ненадежный, его никак не удается людям построить. А вот тот мир, который установит своей божественной властью на земле сам Господь, Творец этого всей Вселенной, всех миров, Господь установит мир во всем этом мире. Миру мир! Такой бодрый лозунг, призыв звучал во всех наших городах, со всех плакатов на наших улицах. Миру мир, мир труд май, миру мир. Но имеется в виду миру как Вселенной, олам, мир, то есть шалом. Вот для всего олам, для всего мира Господь даст свой божественный, непоколебимый и нерушимый мир. Люди не могут сами достигнуть этого мира, достичь, а вот Господь его, этот мир, установит. И тогда уже не будет оружия. Всякий лук будет сломлен, копье, щит, меч, все, не нужно будет, военные училища будут закрыты, и люди не будут учиться воевать, читали мы во второй главе Исаии. И вот здесь тоже тема мира звучит, она не раз звучит. Здесь в этом псалме 26 главы Исаии звучит вновь эта тема непоколебимого божественного мира. Из уст благодарных людей, спасенных Господом, говорится, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь на земле. Господи, Боже наш, вновь звучит обращение ко Господу. Другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Освобожденная душа воспевает благодарность Господу, освободившись из-под иго земных владык, земных деспотов. Душа в радости, в ликовании, получив освобождение, прославляет Господа и исповедует, что только через Него мы славим Его Святое Имя. И уже больше не господствуют над нами другие владыки, только единственный владыка это Сам Господь. В 14 стихе говорится, мертвые не оживут, рифаимы не встанут. Рифаимы это тоже мертвые, здесь мытим, мертвецы и рифаимы стоят в параллелизме, не встанут, потому что ты посетил и истребил их и уничтожил всякую память о них. Рифаимы, великаны или в данном контексте просто мертвецы, лежащие в глубине земли, в опрахе, в Шеоле, в преисподней, они не оживут. Интересно, если сравнить 14 стих и 19, который почти в конце главы, в этой же самой главе сказаны, казалось бы, противоположные вещи. 14 стих мертвые не оживут, 19 стих оживут мертвецы твои. восстанут мертвые тела. Как это понять? Наверное, можно это истолковать в том смысле, что есть два воскресения. Согласно книге Даниила, тогда сказано у Даниила, что мертвые, лежащие во прахе земли, пробудятся, одни для вечного поругания и посрамления, другие для жизни вечной. И вот здесь мертвецы мертвецам рознь. В первом случае речь идет о рефаимах, об этих великанах, восстававших против Господа. Вот они как раз останутся духовно мертвыми и не оживут. Можно понимать, для Бога не оживут, для жизни вечной. А когда в 19 стихе мы прочтем совсем скоро в этой же главе оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, и они воспрянут и будут торжествовать, к ним будет призыв звучать, воспряните и торжествуете. Речь идет о спасенных. Израильский народ был словно мертвец в могиле в этом самом Вавилонском плену. И вот его возвращение из плена часто описывается именно как воскресение из мертвых, как возвращение к жизни. И не только у Исаии. Вспомним хотя бы прекрасную картину 37 главы книги Езекииля, где мертвые тела, видение мертвых тел, пораженных на поле сражения, и вот они начинают сближаться, эти части, этих тел, изрубленных, эти кости, эти сухие уже кости, плоть на них истлела, вот они сближаются, соединяются, и вдруг оживают, облекаются плотью, и идут, становятся, оживают, и Дух Божий оживляет их. Вот то, что будет при воскресении мертвых, когда Господь оживит. Мы чаем воскресения мертвых. Поэтому мертвецы мертвецам рознь Рифаимы и оживление оживлению тоже рознь. Воскресение из мертвых это, конечно же, не гальванизация трупов, а это возрождение, это становление новой тварью. Кто во Христе, тот новая тварь. Верующий в Него, если умрет, оживет, сказано. Все это имеет мессианско-эсхатологический смысл, вообще все эти главы. Тот раздел, в который входит 26 глава, напомню, раздел охватывает главы с 24 по 27 включительно. Читаем дальше. Ты умножил народ Твой, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Народ не только возвращенный остаток, шеерит, Исраэль, остаток Израиля, но этот народ, остаток, умножается и становится вновь великим народом. И пределы земли распространяет Господь. Понимать можно как пределы всей земли, так и пределы святой земли Израиля. Господи, в бедствии Он искал тебя. Народ, в бедствии взыскал Господа. Вот удивительно, здесь слово бедствия, термин здесь цар, бедствия, теснота. Вот это нужно было для израильского народа. Долго, несколько поколений, бедствия, бедствия плена. Вавилонского продолжалось. Для чего? Этот плен был приготовлением к освобождению, приготовлением к возрождению, к новой жизни. Народ мертвый был, по сути, духовно народ, и вот возвратился к жизни, и вновь вернулся в свою землю, вновь отстроил Святой Град, отстроил храм и начал жить по Божьему. И уже не было таких искушений, связанных с долопоклонством. Через этот плен, в этом плену, народ получил очень сильное противоядие, очень сильную вакцину, используя ныне модное слово вакцинацию. Получил он народ от вот этой болезни, этой заразы, идолопоклонства, которая разъедала, поражала его душу, вся эта хананская духовность, весь этот ваализм. И, вернувшись из плена, народ уже не испытывал таких искушений, связанных с долопоклонством. И мы не находим в послепленных книгах, послепленных пророков и в таких текстах, исторических послепленных книг, чтобы звучали обличения в долопоклонстве. Вот этот плен был очень важен для народа, чтобы избавить его, освободить духовно, чтобы народ освободился от этого, от этих пут идолопоклонства. Идолопоклонство это духовное рабство. И вот нужно было это физическое рабство, нужно было народу, чтобы освободиться от рабства духовного. Читаем дальше, читаем дальше этот замечательный гимн. В бедствии народ искал тебя, обращается пророк ко Господу, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Там во глубине не сибирских рут, а вавилонского плена во глубине этого изгнания народ взыскал Господа, молился пред ним, изливал свои тихие моления под игом вавилонских владык. И вот Господь освободил от этих владык, сам вновь стал владыкой своего народа, услышал его мольбу. Дальше интересная метафора, интересное сравнение. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред тобою Господи. Чрезвычайные муки испытывает беременная женщина перед рождением. Часто этот образ используется в священном писании, в библейской поэзии. Страдания, которые переживает женщина, являются образом страдания людей, которые подвергаются мучениям, наказаниям. Часто сам пророк порой говорит, что руки на чреслах, как у беременной женщины, рождающей. Здесь народ сравнивается с беременной женщиной. Так велики были его муки. Новая эра, мессианско-осхатологическая эра, она, этот новый мир, грядущий, этот мир Божий, этот божественный миропорядок, он рождается в муках гибели прошлого мира. Да, здесь говорится о возвращении израильского народа из плена, его освобождении по указу персидского царя Кира, Кореш, точнее, звучит его имя, по указу персидского царя Кореша в 538 году до нашей эры израильский народ получил освобождение и смог вернуться из изгнания, остаток этого народа. Но здесь в этих главах ведь содержится и эсхатологическое послание, мессианская весть. И вот в мессианской эсхатологической перспективе можно истолковать, интерпретировать этот стих так, что наш мир, в котором мы томимся, мы страдаем, народ Божий, он гибнет, и приближается наше освобождение. И как бы не мучилось человеческое существо, как бы не мучилась тварь, вся тварь стинает вместе с человеком, еще говорит апостол. Вот этот мир, погибающий, корчащийся в муках, словно беременная женщина, он этими самыми своими муками, этими самыми своими страданиями, гибель, мучительная гибель этого мира, она предвозвещает рождение нового мира. Новый мир, мир Божий, мир божественный, справедливый, безопасный, божественный мир, он рождается в муках, и его рождение неотвратимо. Как рождение, как беременная женщина, ее роды неотвратимы, их нельзя отвратить, они наступают рано или поздно. у какой-то из женщин через 7 месяцев, у какой-то через 9, но не может женщина быть беременной 10 или 11 месяцев. Эти роды должны наступить. И вот этот мир наш погибающий, он погибает, но это рождение нового мира, нового, того мира, который описывают пророки, в частности, Исайя. Мессианско-оскатологический мир. «А живут мертвецы твои», 19 стих, а нет, 18, чуть выше, «были беременны, мучились и рождали как бы ветер, спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали». Здесь образ беременной в несколько ином смысле употребляется. «Были беременны и рождали как бы ветер». То есть рождали что-то не легкое, невесомое, можно сказать, пустоту, ничего не рождали. Как же может женщина быть беременна и не родить ничего? Что-то же должно родиться. А вот здесь вот эта беременность, она употребляется как образ пустого, ненужного, бессмысленного чего-то, что вроде бы человек производит на свет, рождает. Оказывается, это пустым ветром и чем-то ненужным. Вот так все люди и израильтяне, когда они шли путями этих народов, идолопоклонников, грешников, рождали как бы ветер, говорит пророк. Спасение не доставили земле. И вот девятнадцатый стих. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». Вспомним четырнадцатый стих, чуть выше, мертвые не оживут. Об этом уже говорили, не будем повторяться. Здесь о воскресении мертвых, тех мертвецов, которые наследуют спасение. «Восстанут мертвые тела, а живут такие». «Восприните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Чаю воскресения мертвых, исповедуем мы в символе веры, свое ожидание, свое чаяние, всеобщего воскресения, воскресения плоти, и чаем того, что Царство Божие – это не только души, это действительно человек восстанет во всей своей цельности, целокупности. Это дух, душа и тело будут Богом восстановлены. Тела, не какое-то новое тело Господь тебе даст, а твое собственное тело, но уже восставленное, преображенное, без болезней, грехов, и стремление к смерти, вот это самое твое тело со здоровыми зубами и глазами, не требующими очков, вот это самое тело в своей первозданности вновь тебе будет дано. И мертвецы оживут, восстанут мертвые тела, те самые, которые вроде бы распались на элементы таблицы Менделеева, кого-то рыбы съели, кого-то вороны расклевали, но Господь все соберет. Господь, который создал мир из ничего, это, наверное, еще труднее, чем собрать уже из готовых элементов обратно, возвратить эти тела к жизни, соединить опять эти элементы в те тела, которые разложились, разрушились, когда разлучились со своей душой. И вот Господь, Творец мира, Создатель, Он воссоздаст разрушенные тела и оживут мертвецы, как здесь сказано. Здесь мессианско-осхатологическое пророчество о всеобщем воскресении мертвых. Так заканчивается собственно этот псалом, этим торжеством извержения мертвецов из земли. Эти мертвецы, их прообраз этого всеобщего воскресения было возвращение израильского народа из плена. Но не ограничивается смысл 26 главы только этим. Здесь содержится эсхатологическая, мессианская, эсхатологическая весть о всеобщем воскресении мертвых. Последние два стиха они стоят несколько особняком и пророк обращается к собственному народу. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, гнев Божий. Вот остатки народа переживут вавилонский плен и остатки народа Божьего переживут и глобальную эсхатологическую катастрофу, которая грядет на вселенную. Апостол Петр говорит, близок всему конец и признаки этого приближения конца, они становятся все более и более для нас очевидными. Так вот, нужно войти в покой, укрыться, запереть за собой дверь, помолиться отцу, который втайне, укрыться на мгновение, доколе не пройдет гнев. Он скоро пройдет. Это день, это день Господень, это может быть один будет только лишь день, день божественного суда, а затем наступит освобождение всех угнетенных и наступит Царство Божие после суда Божьего. Вот, Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконием. Часто жилищем Господнем называется Иерусалимский храм. Но здесь говорится не о жилище в еврейском тексте, в оригинальном советской Библии, еврейской Библии говорится о месте. И говорится Господь выходит из места своего. Йоце мимекомо маком это место. Почему синодальный перевозчик решил перевести через жилище остается загадкой. Но если говорить о жилище или байт или эйхаль разные термины переводятся в синодальном переводе через жилище то речь идет обычно или о Иерусалимском храме место особого присутствия Божьего или о небесах небеса небес это тоже жилище Господне вот здесь его место Господь выходит из места своего видимо имеется ввиду не Иерусалимский храм а его небесное пребывание небеса небес для чего выходит наказать обитателей земли за их беззаконие и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих все преступления все убийства будут расследованы на этом божественном суде суде который грядет на всю вселенную господь идет как судья выходит из места своего встает для того чтобы судить и объявить приговор для кого-то этот приговор будет оправдательным но для большинства живших на нашей земле и живущих этот приговор будет осудительным следующая 27 глава завершает эсхатологическую тему к ней к 27 главе мы обратимся в следующий раз до свидания до свидания